Так, в общем, давайте, наверное, представимся. Тем, кто не знает, я руководитель компании Ирригатор.ру. Меня зовут Максим, я тоже стоматолог. Сегодня у нас совместный эфир с очень крутым доктором в детской стоматологии. С Натальей мы дружим уже давно. Наталья Адаева, собственной персоной. Да, всех очень рада видеть. И да, Максим, очень рад тебя видеть. Как у вас там дела? Все хорошо? Я смотрю, новые у тебя герои появились. Да, у нас тут бегемотик появился такой розовенький. Это конкуренция Пантере. Тоже розовый. Вот. Ну, в общем, работаем, отгружаем, отправляем, обеспечиваем всех средствами гигиены. Наша продукция подходит под первую необходимость, поэтому нам разрешено работать. Работают курьеры, работает трастная компания. То есть, в принципе, в общем, все нормально, справляемся, работаем. Отлично. Спасибо, да, большое, потому что очень много и моих пациентов в том числе, и пациентов моих коллег, которые сейчас имеют возможность на самоизоляции заниматься профилактикой, потому что мало кто из клиник реально ведет прием. Там, кстати, давайте спросим, там всем слышно? Звук нормальный? Всех слышно хорошо? Так. Ну что, тогда давай потихоньку начнем, потому что время, на самом деле, чуть сжато, надо уложиться в час. Вот. И я думаю, давай начнем с анатомии. То есть, немножко анатомии дадим. Вот. Чем же отличаются молочные и взрослые зубки? Молочные и постоянные зубы, они имеют разное строение. Да. У молочных зубов очень тонкая эмаль и огромный широкий нерв внутри. Многим кажется, что нерва там вообще нет, и молочные зубы не болят, но на самом деле кариозный процесс на молочных зубах еще более стремительно развивается, и они также болят. И очень быстро из кариеса процесс переходит до нерва, до пульпа, который находится внутри, и это называется уже пульпит. Молочные зубы, они рядом находятся с зачатками постоянных зубов. Мне, кстати, тогда у вас я купила обалденную модель, этот постоянный зуб, но она очень помогает нам на приеме, мне надо таких прям на все кабинеты заказать, потому что родителям очень хорошо показывать, как вот из такой дырочки маленькой, казалось бы, очень быстро все доходит до нерва. Вот он красный, внутри это нерв. И вот так вот очень быстро кариес перерастает в пульпиты. У молочных зубов рядом вот здесь находится зачаток постоянного зуба, и это тоже опасно. Вот так вот. Так, то есть детские зубы тоже болят? Да. Как и взрослые? И взрослые. Так, так, так. Ну, начнем тогда с правил гигиены. Как мотивировать детей на то, чтобы они чистили? Зачастую дети не хотят этого делать, и приходится там истерики и все остальное. Тут целые пляски с бубнами устраивать. Да, на самом деле есть очень много способов для мотивации ребенка. Первый, самый очень простой, начните это делать сами. То есть родители демонстративно начинают просто чистить зубы в ванной на глазах у ребенка. Они могут это делать и не в ванной, но на глазах у ребенка. Дать ему щетку, сами чистить и дать ему щетку. Но после этого обязательно детям мы рекомендуем дочищать все-таки зубки лет до 8, пока моторика не развита. Родители, основная задача все-таки это родители. Да, и если это делают... Надо вот так вот взять, за шею и дочистить. Да, можно положить на диванчик, можно стоя делать, это удобно. Но я с твоим, когда они были маленькие, прям на диванчик укладывала и дочищала, потому что так все поверхности видно. В ванной не очень ты видишь все поверхности, поэтому можешь не дочистить. Рассчитывать на ребенка, что он хорошо счистит, ну не нужно, потому что к нам приходят иногда родители трехлетних детей, говорят, а он у нас молодец, он сам чистит. И мы тут сразу переглядывая все с ассистента, мы понимаем, что сейчас будет дырка точно. И, конечно, как правило, у таких детей уже есть кариозные полости, потому что, ну, не способные, не развита у них моторика в таком возрасте. А еще один классный способ мотивации – это приложение. Приложений на самом деле очень много в интернете, где зверьки там с большими зубами показывают, как чистить. Это с музычкой в виде игры, они там еще какие-то бонусы, подарочки им виртуальные дарят. На самом деле это классная штука, она мотивирует. Также мультики есть, много мультиков тоже, под которые можно чистить зубы, и у детей уже ассоциации будут когда-нибудь слышать эту музыку, значит, мама идет сейчас, будем чистить зубы. То есть ставим там планшет, телефон, показываем, да, и даем чистить зубы. Вот, но зачастую, на самом деле, не знаю, как я вот по своим детям сужу, они просто возят во рту, то есть там далеко, именно от каких-то правильных движений выметающих, скорее вот эти вот процедуры, то есть первоначальные, это просто вообще, чтобы заставить его зайти в ванную, наверное. А там, в любом случае, я думаю, взрослый человек, наверное, должен дочищать, потому что дети, как бы они во рту не держали щетку, то есть от этого налет не счистится, то есть здесь в любом случае надо контролировать, посмотреть, потому что зачастую, ну, родители и сами-то лень себе чистить зубы, а ребенку еще там дочищать, это тоже еще целая история. Это знаешь, ладно, щеткой, когда мы начинаем рекомендовать нитку, у родителей говорят, мы сами-то этой ниткой не чистим. Поэтому, хотя бы щеткой хорошенько уже хорошо. Так, уход за молочными зубами, уход за деснами. Еще, кстати, про самых маленьких давай разберем. Когда появляются самые первые зубки, вот стоит ли их чистить и тоже чем чистить, то есть когда вот только-только появляются? Да, безусловно, нужно. Вообще, знаешь, нужно обрабатывать даже десна, пока еще зубов нет, нужно обрабатывать десна и подготавливать полостерта к прорезыванию, чтобы создать стерильные, условно-стерильные условия для прорезывания этих незрелых зубов. Как только прорезывается, ну, то есть до прорезывания мы можем обрабатывать салфетками с ксилитом. Ксилит как раз уничтожает стриптококомутенс, который вызывает кариес. Они есть, продаются. У вас, наверное, тоже есть, да, салфеточки с ксилитом? Да, да. Вот. Как только зубик прорезался, лучше уже переходить на щетку. Щетка есть очень хорошая у Курапрокс, которая Куракит. Она от нуля. Да, вот она, замечательная щетка. Прямо только как прорезался зубик, можно ей уже начинать чистить. Полностью прорежется, чистим, добавляем уже пасту. Есть паста хорошая у Курапрокс, которая Зиро называется. Подсоставы очень безобидные, их может даже ребенок спокойно проглатывать, ничего с ним не случится. Дальше уже, когда появляются верхние зубы, конечно, мы, имея ту ситуацию, с которой мы работаем ежедневно, и детей в наркозе я лечу сплошняком годовалых, с пульпитами. Поэтому, зная эту ситуацию, что сейчас это очень распространено, и мы видим очень мало здоровых детей, мы рекомендуем, как только прорезываются верхние зубки передние, уже переходить на пасту с таридом. У Курапрокс тоже замечательные пасты с таридом, 950. И у Монкарот тоже хорошие пасты есть в геле. А еще такой вопрос. В практике твоей не было ли случаев с дисбактериозом, то есть, когда, наоборот, родители слишком, то есть, стерилизуют полость рта, слишком часто используют эти салфетки, и присоединяются там грибковые инфекции, то есть, слишком перебарщиваются... Ну, знаешь, салфетками, с ксилитолом невозможно дисбиоз полости рта, потому что мы здесь конкретно на плохую микрофлору воздействуем. Хороший ксилитол не уничтожает. Если обрабатывать, например, хлоргексидином постоянно, или там другими какими-то антисептиками сильными, или антибиотик какой-нибудь использовать в полости рта, то можно, конечно, добиться дисбиоза. Но были у тебя случаи, где детки приходили с такими? Ты знаешь, нет, наоборот. Чаще всего все-таки это недогигиена, чем перебор. Перебор я в жизни своей ни разу не видела, к сожалению. Ну, потихоньку, наверное, в России придем к дисциплине в гигиене полости рта. Когда-нибудь. Я очень на это надеюсь, да. Есть те родители, которые прям, являясь моими первичными пациентами, приходят с идеальной гигиеной. Я таких прям вот в список заношу условный, что они молодцы. Они знают, они молодцы, там, говорят, мы следим давно за вами, читаем. Они все это делают и приходят, у них реально здоровые зубы, у детей. Так, а что у нас? Так, так, с едой, с едой. По поводу прикуса, то есть часто ли у детей встречаются неправильные прикусы? Как это определить? И надо ли это лечить? Во сколько лет надо прибегать к ортотонтическому лечению? Неправильный прикус, да, встречается. И чаще всего это вредные привычки, такие как позднее отучение ребенка от сосания соски, сосания груди, сосания бутылочки. Это формирует неправильный прикус, глубокий прикус чаще всего. В таком случае сразу необходимо обратиться к ортотонту. Да. Глубокий прикус, да. То есть передние зубки, они... И в таком случае лучше сразу обратиться к ортотонту. И ортотонты разные способы есть. Конечно, в таком возрасте очень тяжело что-то предпринять, но у ортотонтов есть какие-то конструкции, уже они что-то делают, и тем самым помогая челюсти правильно развиваться. Но дальше все равно в более старшем возрасте, когда ребенок подрастет и будет сотрудничать, это однозначно либо пластинки, либо брекеты уже. А вообще вот еще как относишься, пломбы или коронки, то есть детские? Вот за что ты выступаешь? Ты знаешь, многие считают, что я реставратор, и я вообще там не люблю коронки, и про меня вот так вот, что я прям на реставрациях и популярна. Но на самом деле я всегда адекватно рассуждаю. Если есть показания для коронок, я буду использовать коронки. Если есть показания для реставрации, я вижу, что здесь моя реставрация будет хорошо стоять, я поставлю реставрацию. Вот и все. Поэтому я ко всему абсолютно нормально отношусь, есть для всего показания, не те, которые, знаешь, в учебниках написаны, потому что то, что писали в учебниках, на учебниках, на чем я училась, там сразу разрушение более одной второй, коронка, коронка, коронка. Но иногда, ну невозможно ее зафиксировать вот при таких условиях. И лучше сделать маленькую симпатичную реставрацию, и она прослужит больше, чем коронка непонятно на что фиксированная вообще. Так, а еще по поводу, стоит ли лечить своего ребенка и идти к взрослому стоматологу? Или нужно все-таки выбрать детскую и пойти к нему? Да, однозначно не стоит. И я вообще, знаешь, мне нравится все-таки политика разделения даже детского стоматолога на детского и подросткового. И вот это, я считаю, это вот такая круть, в которую мы приходим уже многие, это такое современное течение. И вот в моей клинике я лично занимаюсь детскими зубами, и у меня есть подростковый доктор, она занимается подростковыми зубами, потому что это тоже совершенно разные вещи. Ну и, соответственно, взрослый стоматолог-терапевт, это тоже разные вещи. Вот видишь, как вообще, то есть еще много разделений внутри. Да, здесь, мне кажется, в детской стоматологии надо быть супер каким-то, мне кажется, психологом, чтобы вот ребенка как-то заинтересовать, как-то расслабить его. Это прямо целая история, мне кажется, это отдельно прямо в стоматологии, кто занимается детской стоматологией, это надо прямо отдельное направление выделять и изучать именно психологию, потому что дети в таком возрасте, они в своем каком-то, у них свой мир. То есть нужно попасть в их мир, в доверие к ним войти, чтобы к себе расположить. И это целое искусство, мне кажется. Ну, в современном мире, да, я тоже так считаю, что детский стоматолог однозначно должен знать психологию. Поэтому вот лично в нашем отделении у меня прям такой вот прям бзик, и мои все детские стоматологи, у них есть второе образование психолога, потому что я считаю, без этого невозможно. Это раньше нас приводили, нас никто не спрашивал, открой рот, там, на меня папа наорет, там, открой рот, все, я открыл, и мне все сделали. Сейчас мы в другом мире, и сейчас дети даже выбирают по фотографии доктора. Меня много раз по фотографии выбирали, я не знаю, что они там находят, приходят родители. Как они тебе знакомы, да. Представляешь, вот так. Ну да, можно просто вообще как отношение к наркозу, применение наркоза в детской стоматологии, то есть, в принципе, можно же просто взять, усыпить ребенка и сделать ему все, что надо. Конечно, это на самом деле, многие этим пользуются, стоматологи. Кто не сильно силен в адаптации, собственно, так и происходит. Есть врачи, которые не сильно изучают психологию, имея все условия рабочие, могут сказать, здесь не дается ребенок в наркоз. И вот таких очень много пациентов приходят ко мне на прием, потому что я как раз таки популярна, как доктор, который работает со сложными детьми. И сейчас абсолютно, ну, я нормально отношусь к тому, что у меня там 90% пациентов это сложные дети. И абсолютно каждому нужно найти свой подход, нужно первостепенно узнать ребенка, потратить немножко времени покопаться, вот просто задавая обычные элементарные вопросы, ты узнаешь ребенка, и ты выстраиваешь уже с ним правильную цепочку адаптации. И все эти сложные дети, которые были направлены в наркоз, они лечатся нормально, абсолютно, просто они недоуслышанные дети. А вот как родителям лучше себя вести, вообще вот, чтобы подготовить ребенка к стоматологической помощи, то есть, как его, говорить ему прямо об этом? Либо, может быть, есть какие-то приемы, чтобы привести его, адаптировать предварительно к приему стоматолога? Ты знаешь, вообще всех детей по-разному. Но если общие такие правила, то лучше никак не готовить. Самые, я бы даже сказала, самые, я лучше скажу, как лучше не нужно готовить. Самый дурацкий способ – это показать мультик, как лечат зубы, это взять ребенка с собой, когда тебе будут сверлить зубы. Очень часто мама, родители думают, что сейчас мне полечат зубы, ребенок посмотрит, и он перестанет бояться. Но психологически ребенок не готов осознать всю реальность стоматологического лечения. Например, что сверлят зуб, ну, ребенок, ну, не нужно ему это знать. И когда родители говорят, он у меня взрослый, нет, с ним надо прямо по-взрослому. И однажды я поиграла такую игру с пациентом. Ну, чисто принципиально, вот мне нужно, обычно я переубеждаю родителей, но здесь у меня был какой-то, не знаю, бзик, и мне захотелось маме доказать, что это не так. И мама говорит, она у меня такая взрослая, ей надо все по-серьезному, не надо ей вот это вот, сейчас вы ее обманываете. Я говорю, хорошо, как надо. Надо сказать, как есть, сейчас будет укол, будут сверлить. Я говорю, окей, давайте так, сейчас я тебе поставлю укол. Ребенок начинает плакать. Я говорю, чего ж ты плачешь, да чтоб сверлить больно не было. Мама говорит, да, ребенок начинает плакать, ничего не получилось, абсолютно ничего. И другая схема, когда мы ничего не говорим, просим, чтобы родители этого не делали, не нужно ее показывать, просто, ну, накануне обмолвиться, что пойдем к зубной фее посчитать зубки. Приходят они к нам, мы им смотрим, обыгрываем по-разному, мы прячем. Мы, детские стоматологи, во многих городах умные научились это делать. Мы прячем все предметы, обыгрываем, что мы делаем что-то другое, моем микробиков. В общем, у всех свои какие-то фишки, и ребенок даже не знает, что ему сверлили, и он ходит с удовольствием. Ребенок не знает, что мы ставим ему укол, потому что мы научились делать это не болезненно. Моему сыну 13 лет, сейчас будет летом, и он не знает, что зубы сверлили. Круто. Ну, это высший пилотаж, Наташа. Это офигенно. И что он тоже не знает. Ну, такие еще штучки есть, да? Мышки для молочных зубов. Вот классные, да. На самом деле нам надо таких заказать. Мышки крутые. Если зуб... О, круто. Вот, кстати, да, вот по этой теме хочется сказать, что я просто сталкивалась, представляешь, с психологической травмой у детей от выпадения зуба молочного. И поэтому сразу хотела бы сказать родителям, чтобы они к такому событию готовили детей. Кажется, ну, фигня, да, зуб выпал, ну, как бы у всех это происходит. Но нет. К этому событию, даже если есть сестра, у которой это происходило, нужно подготовить ребенка. Нужно заранее рассказать, что молочные зубы меняются на постоянные, что это хорошо, вырастет новый, положишь под подушку, фея принесет подарок. Нужно сделать так, чтобы ребенок ждал этого события. Потому что в моей практике, ну, около пяти детей было с тяжелой психологической травмой на выпадение зуба. Даже в тех семьях, один у меня был мальчишка, очень классный, с тяжелой психологической травмой. У него у сестры старше менялись зубы, но когда выпал зуб у него, он закрылся, он не подпускал никого в полость рта. И мы с ним вот на приеме, на стоматологическом, реально, психологией занимались, мы выводили его из этого состояния. Там уже у него камень образовался, потому что он не чистил вообще зубы. Ну да, тут ошибка уже у взрослых. Да, поэтому круто, что вот эти мышки, если родители даже закажут, уже закажут вот эту мышку и там будут хранить эти зубки, или что-то объяснять, это тоже очень классно. Вот стоматологам на приеме, если зубик все-таки приходится удалять, классно бы иметь реально вот таких мышек и с собой давать ему, потому что, ну и ни в коем случае не выбрасывайте. Детские стоматологи обязательно, если вы есть в эфире, отдавайте с собой молочные зубки, чтобы ребенок совершал этот ритуал, клал под подушку, а мама обязательно должна положить какую-то игрушку или денежку. Так, еще хотел спросить, не знаю, конечно, ты расскажешь свои секретики или нет, есть ли у тебя какие-нибудь такие вот прямо способы на приеме, которые ты используешь? Ну, может быть, один-два таких, чтобы детей вот адаптировать к приему. Может, игрушки какие-то адаптационные, может быть, раскраски. У тебя, я помню, у тебя в аккаунте, я смотрю, там у вас такой огромный, как это, сундук с игрушками, там, постоянно дети тоже там в восторге. Я вообще не жадная на информацию, я всегда открыто делюсь, что я делаю, а знаю, что не все это повторят. В общем, сундук один из наших таких мотивационных моментов, потому что он стоит прямо на входе, огромный сундук, заходя, дети сразу на него наталкиваются, мы говорим, подожди, сейчас мы с тобой зубки посмотрим, а потом я дам тебе ключ, и ты выберешь оттуда подарок. Ребенок берет этот ключ после лечения, начинает открывать там такой замок, он сложно так открывается, ковыряется и достает себе реально крутой подарок. Второй момент – это мороженое. Многие дети, казалось бы, да, мороженое сейчас в таком доступе, не так, как у нас в детстве, но, тем не менее, многие приходят к нам из-за мороженого в том числе. У нас игрушки... То есть у вас прям морозилка с мороженым? Да, да, прям в кабинете. Какое-то определенное мороженое там? Десант здоровья, без сахара, которое с пробиотиками, полезное мороженое, да. Здорово. Также и игры с двусторонней коммуникацией мы используем, это те игры, в которые можно легко вовлечь ребенка. То есть если он приходит, он закрытый, и он не хочет со мной общаться, и чаще всего такие ко мне приходят, я начинаю играть в игру. Затем, беседуя с мамой, я отодвигаю эту игру этому ребенку. Он, конечно же, увидя, как я играю, ему тоже хочется попробовать. Это новая, это игрушка, и дети, все на это ведутся. Ребенок начинает играть, и дальше я подключаюсь потихоньку в игру. Начинаю сначала советовать, какую взять цветом. Ну, допустим, рыбалку он ловит рыбок, я ему говорю, давай вот эту зелененькую, давай синенькую. Потом начинаю перехватывать у него. И вот как только он уже доверяет мне, как у нас контакт, он из руки мне в руку дает, все. Дальше ребенок мой полностью, я могу с ним делать, что хочу. И в этот же визит мы можем абсолютно спокойно лечить ему зубы. Круто. Да, здорово. Так, так, так. Ну, давайте уж тогда раз немножко про питание, про мороженое заговорили. Про диету, то есть как бы противокариозная диета. Да, очень важно делать перерывы. Это основа основ, это отсутствие кусочничества. То есть между едой 2-3 часа нужно делать перерыв, потому что кислотно-щелочный баланс должен успеть восстановиться, и естественные процессы реминерализации в полости рта должны протечь. После любой еды у нас кислотность повышается. И именно в кислой среде начинаются процессы деминерализации, это вымывание минералов. И вот как только слюна восстанавливается, плаш нормализуется, минералы обратно в эмаль возвращаются. Вот это ежедневно процессы деминерализации проходят ежедневно у нас много-много раз. Так вот, если затянуть процессы вот этих деминерализаций, то есть поддерживать кислую среду, а ее легко ребенок может поддержать, когда стоит вазочка там с конфетами, с печенюхами, он подбежал, подбежал, каждый полчаса бегает, что-то в рот засовывать, все время кислая среда. Однозначно будет кариес. Вымываются, вымываются, но не восстанавливаются минералы. А сладкого поменьше. Конечно, углеводы – это основа основ в образовании кариеса, поэтому заменить углеводы, сладкие конфеты, на полезное сладкое. У тебя есть классная продукция с ксилитом, это чупики, ксилипопы. Очень дети их любят и моих обожают. Вот реально вкусные. А если что-то натуральное, там, сухофрукты? Овощи, фрукты хрустящие, яблоки, перец, капуста. В принципе, это все активирует образование слюны и самоочищение полости. Овощи, фрукты обязательно нужно кушать. Углеводов все-таки поменьше. И углеводы не между едой. Покушал что-то ребенок, съел там булочку, попил водичку, пошел, зубы почистил. Очень важно после каждой еды чистить зубы. Также важно пить почаще воду, тренировать слюны железы. Если слюна хорошо работает, процессы тоже реминирозации будут успешнее протекать. Сама очищение будет полостой. Ребенка не заставишь, мне кажется, после каждой приема пищи. Вот мы, допустим, я максимум один раз вечером, только один раз в день получается почистить зубы. Да, ну, ребенка имею в виду. Не знаю, как-то вот, сколько ни старались, наверное, не так сильно старались, вот. Почему-то у нас получается только один раз в день почистить. В смысле, а утром нет? Только вечером? Да. Максим, ну что же, а ну нет. Тебе срочно нужно изменить отношение, потому что, ну, на самом деле, даже у детей с хорошей эмалью, вот при отсутствии гигиены все равно эмаль сдается рано или поздно, потому что у молочных зубов она не настолько плотная минералами. Мои дети чистят каждый раз после еды. Почему? Потому что это делаю я. Я просто поела, я говорю, пошлите чистить зубы. Они не возмущаются, когда я это делаю, потому что я иду, и мы втроем чистим зубы. Они видят, что... Нет, мы... Ну, не всегда, не всегда это работает. Я, допустим, ну, я это постоянно чищу, а вот даже видя, что я чищу, она просто посмотрит, но сама нет. Ну, а сколько лет твоему ребенку? Четыре годика. Уже можно показывать картинки из моего инстаграма. Черные зубы. Ты знаешь, в свое время на моих детей очень хорошо. Я раньше... Ну, и, в принципе, сейчас, после лечения зубов, там у меня этих вот протоколов куча. Я говорю, смотри, с какими зубами сегодня приходил ребенок. Почему? Потому что не чистил зубы. Это тоже очень хорошо мотивирует, на самом деле. Ну, да. Так, пропитание есть. Ну, так, ну, про средства гигиены мы, в принципе, так кусочком затронули. Давайте более подробно разберем. В общем, про мануальные щетки. Мануальные щетки – это должна быть мягкая или средняя жесткость щетина. Правильно? Да. Ну, в зависимости от возраста, чем меньше зубы, тем она должна быть покороче, чем побольше зубы, тем щетинка подлиннее. То есть они бывают там разной длины, и обычно, чем меньше ребенок, то там должна быть покороче щетина, там будет удобнее чистить. Вот. Это с мануальными щетками так более-менее понятно. Что касаемо электрических щеток, лучше ли они чистят? Или вот в твоей практике те, кто чистят электрическими щетками, у них гигиена в лучше, чем те, кто чистят мануальными щетками? Смотря какими и у кого как. На самом деле, я рекомендую однозначно звуковую щетку тем пациентам, да, тем пациентам, тем детям, моя любимая, тем детям, которые отказываются чистить зубы. Потому что таким образом быстрее мама прочистит все участки. И этот звук, ну, вибрация, она поможет еще этот налет подразбить. Поэтому тем детям, которые не особо любят чистить зубы, я рекомендую все-таки вот звуковые. Вот это, между прочим, вот у этих ваших револайн, у них головка небольшая, в принципе, лет с пяти, ну, а даже из четырех я бы уже ее назначаю, потому что головка сама маленькая, небольшая. Вот эти есть еще, я не знаю, вот из орлбишных мне больше всего нравится браун. Вот эти маленькие, да, для совсем малышек можно. Ну, вот эти мне больше нравятся. Ну, они, вот у меня старшие пользуются, да, можно такими, но лично мне электрические не особо заходят, потому что они очень, мне кажется, бьют по зубам, у них вибрация такая, мне больше звуковые. Да, это звук. Звук перпоратора. Ну, вот, да, детям как-то, ну, но старшие чистят, а более младшие людям их может напугать. И вот, кстати, как адаптационный момент для того, чтобы подготовиться к стоматологу, тоже очень хорошо, и вот эти вот, которые у тебя, красненькие там, щеточки, урлбишные, да, у тебя, ты показал. Ну, вот, да, вот эти маленькие, они хороши еще для адаптации к стоматологическому приему, ребенок привыкает к вибрации и потом комфортнее уже профессиональную чистку воспринимает. Ну, да, вот, но на самом деле вот эти щеточки, они очень слабенькие, то есть я вот чистил своей сначала вот такой начал чистить, но потом, когда сейчас в итоге чищу своей взрослой, просто меняю насадку. Вот взрослые, которые более дорогие модели, они нормально чистят, а вот эти, они, конечно, очень слабенькие. Слабенькие, вот если... Я их больше не говорю для адаптации как к приему, а не для чистки. Ну, вот да, да, вот именно как чистить, они так очень слабенько. То есть это, получается, у нас электрические щетки ротационные, у которых головка работает возвратно-поступательные движения, а другой вид щеток это вибрационные, то есть это звуковые, это вот... Philips обычно специализируют, но еще ряд щеток другой компании, вот, и вот... Revilime, кстати. Philips мне вот это вот ну не очень нравится, это вот прям обычное, которое мне прям не зашло. Ну, это самая простая, у них тоже, которые щетки самые простые, они очень слабенькие. Согласен, да. Вот детские, вот эти, кстати, прикольные щетки, у меня дети ими пользуются, им нравятся. Во-первых, они колебания дают небольшие, разбивая этот налет дополнительно. Во-вторых, здесь можно, кстати, воспользоваться и приложение крутое закачать и ребенка мотивировать. Он смотрит и чистит на этого героя. Спаркли. Ну, то есть эти щетки звуковые, они отличаются тем, что вот вибрационные у них щетинки колеблется со звуковой частотой, то есть делают выметающие движения, то есть такие движения, которые как раз именно и рекомендуют все стоматологи в звуковых щетках. Еще есть щеточка вот такая, это Мегатен, такая новая фирма. Ну, не будем ничего говорить, вот выглядит прикольно. Про эффективность не всем нравится. А мы, кстати, мы скоро затестируем ее. Я просто тестировала на себе, да, и не поняла эффекта, но мы скоро прям просто, на что я вызвала бурю эмоций, что в первый раз такую обратную связь, но скоро у нас будет прямой эфир, и мы все средства протестируем на себе. Мы окрасим зубы, до, и почистим вот этими всеми щетками, и после еще про блеточками. Вот, средства классные. Есть, да, сразу скажу, по индикации, как выявить, хорошо ли ваш ребенок почистил зубы или нет. Это уже для более старших детей, когда мы уже понимаем, что ребенок должен уже самостоятельно чистить зубы. Начиная лет с 7-8, ребенок уже должен основную чистку сам выполнять. Родители ему дочищают еще в этом возрасте, но он уже его готовит к самостоятельной жизни по зубам. И вот эти индикаторы налета вот есть вот жидкости, есть таблетки, но удобнее, кстати, таблетки. Можно брать и половинку прям разжевывать, можно целую, можно половинку, половинки достаточно. Почистил ребенок зубы. А какие таблетки ты используешь? Я Куропрокс. Куропрокс, тоже. Ну, Миродент неплохие таблетки тоже есть, у Паро есть таблетки тоже. Миродент, да, хорошие таблетки, да. Жуешь после чистки зубов, потом полоскаешь ротик, полощешь и смотришь. И чем темнее у тебя окрасились участки зубов, тем дольше ты там не чистил. Соответственно, если ты хорошо зубы почистил, то окрашивание не должно произойти. Так вот, скоро, на следующей неделе, мы протестируем несколько щеток разных и покажем всем, что справляется, что нет. Скоро новинка придет от Reviline, детская щетка. Такая вот. Вот это круто. У меня режимы главки красненькие и зелененькие. Два режима работы. Тоже с зарядкой. Тоже на тестирование придет. Классно. Я прям их жду. Это прям для малышей можно, да? Ну да. И там маленькая головка получается, да. Размер головки, он такой небольшой, как раз удобный. Ну, по форме где-то напоминает Ural-B по размеру. Вот. Только работает как звуковая щетка выметающая. У нас, кстати, еще в магазине у нас популярны дешевые щетки, вот такие, как CS Medica. Вот. Ну, там тоже, то есть, как бы именно по эффективности тут надо тестировать. Вот. Но популярные. Ну, видимо, из-за цены. То есть, лучше, мне кажется, на самом деле, если выбирать щетку электрическую, многие, наверное, хотят взять, попробовать. Ну, как для адаптации можно взять дешевую, но для основного, конечно, ухода лучше взять подороже чуть-чуть. Да. Здесь лучше чуть-чуть, да, подороже, там будет более эффективное. Так, что еще? По зубным пастам. Что порекомендуешь по зубным пастам для детей? Стоит ли использовать взрослую пасту или детские? Глотать, не глотать? Я рекомендую все-таки не смотреть на цифру, которую пишут на пачке, потому что мы часто смотрим, а сейчас это немножко все по-другому. И у наших детей очень слабые эмали, поэтому чаще всего мы стоматологи рекомендуем все-таки повзрослее пасту использовать, потому что количество PPM в ТОР, там больше. ПТОР. Важно смотреть, чтобы был ПТОР. ПАСТИ, это такой агент, который как раз-таки борется с появлением кариеса, очень повышая эффективность вашей гигиены. И кариеса все меньше процентов, что произойдет, если вы хорошо и качественно чистите зубы, используете пасту с ТОР. То есть это два агента должно быть, не только хорошая щетка, но и хорошая паста. Очень хорошая паста, мне нравится Куропроксовский, вся семья моей пользуется, 1450 PPM. Эта цифра небольшая, она как и для взрослых, так и для детей. На пачке написано с 12 лет, но я ее рекомендую уже смотря на эмаль, и чаще всего даже из трех, есть у меня пациенты, которых я в наркозе лечу с полным разрушением зубного ряда, это в два года я могу назначить эту пасту, но здесь важно понимать, как ее использовать. То есть если ребенок не сплевывает еще, мы берем мазочек, дальше мы берем и вычищаем Куропроксами техникой чистки баса, это круговые движения. Вычищаем ребенку, ну конечно, если он совсем маленький, еще не сплевывает, вертится, хоть как можно и чистить, попадая на десну, она не травмирует, потому что Куропрокс, специальная щетина. Вычищаем все поверхности дальше, так как ребенок не получит, мы промакиваем четку водичкой, исполаскиваем и проходимся по зубкам, счищая остатки пасты. Если он половина пасты в процессе этой чистки съедает, страшного ничего нет, абсолютно, это цифры небольшие. Вот, если ребенок уже сплевывает, берем с горошину и чистим, вот и все. Ну, тут количество пасты, тут мне кажется, нужно прям совсем чуть-чуть, если обычно... С горошину, да, с горошину. Не знаю, я даже, я вот просто даже еще меньше, чем горошина, я просто как чуть-чуть даже намазываю, так и этого вполне достаточно. Ты экономишь, у тебя же скидки. Я за все натуральное просто. Стараюсь как можно меньше всего химического. Там все равно в угоне зубной пасты содержатся какие-то химические компоненты, и я вот, если честно, немножко как бы такая у меня фобия всего химического. но на самом деле если у тебя в доме в деревне, и ты там, я не знаю, скот выращиваешь, там урожай, то одно... Ну ты же, приходя в магазин, ты покупаешь всю эту химию. Они там пишут, но это же... Ну мы живем реально в век химии, нет ничего натурального. Я мечтаю сама жить в деревне, корову доить, но пока такой возможности нет, поэтому, ну, мы выбираем, конечно, более натуральное все, тем не менее. Ну да, по крайней мере, мы так думаем. Да. Так, еще что по поводу ремогелей. То есть, специальные реминеризирующие гели, которые восстанавливают структуру эмали, то есть, замещают кальций на фтор и фтор на кальций. Самый крутой это тус-мус. Да, они из разных вкусов. Я очень рада, что у вас их можно заказать. Рокс есть, да, но они менее эффективны. Вот знаешь, почему? Потому что рокс как раз, чтобы подействовал, нужно, чтобы слюна не попала. Это нужно либо в каплю его засунуть, либо вытереть зубки, на сухую намазать и сидеть вот так с открытым ртом, но слюна очень быстро начинает выделяться. Я сама пробовала в каплю, и там меньше, чем через минуту начинает слюна течь. Вкусные гели. Но тус-мус наоборот. Он связывается со слюной и начинает работать. Поэтому это вот выбор номер один среди стоматологов вообще всего мира. Очень хорошие результаты. Я как практикующий доктор могу сказать, что у пациентов, которые реально его используют и помимо всего, что мы рекомендуем, очень хорошие результаты. Это очень хорошие результаты. То есть инструкция по применению, как использовать дома родителям? На чистой очень важно. На чистой сначала мы хорошенько вычищаем зубы, полосим, сплевываем, затем наносим на щетку. Кто-то делает пальцем, но можно нанести на щетку и даже будет лучше. И по всем зубкам размазать. А если есть какие-то белые пятнышки, это самые рисковые зоны, это там уже, где уже минералов не хватает, недостаточно, мы прям подольше в них втираем и дальше минут 40 не есть, не пить. Ну, я своим пациентам рекомендую час. И хотя бы, даже если нет никаких рисковых зон у пациента, хотя бы один раз в день я рекомендую мазать. Но если есть рисковые зоны, два-три раза в день мы постоянно мажем. Если в области передних зубов, вот мне пишут, пациенты приходят с пятнами такими прям, но, слава богу, еще не дырками, то прям 3-4 раза в день после чистки я рекомендую покрывать этим гелем. Реально процесс останавливается. И то есть, если проглотим, тоже там ничего страшного, да? Нет, они, кстати, их не надо смывать, они там 0+, и тусмус абсолютно безобидный, на основе кальция там нет ничего. И можно с любого возраста? Да, да, абсолютно. С первого зуба прям можно использовать. Так, 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 сколько у нас времени есть? Еще 20 минут. 20 минут, так, вопросы есть у нас? Вопросы есть, но они на 20 минут. На 20 минут? Да, спрашивайся про тусмус, из какого возраста можно? Так, мы скажем... Ну, возраст тусмус получается с любого. Да. А еще какие вопросы? Изучите, Макс, тут пишут, изучите исследование на Памбе, Памбе, тусмус, ерунда, маркетинг. Я не согласна. Я не ориентируюсь на исследования, которые проводили, потому что я вижу результаты, которые я вижу среди своих пациентов, и также у меня очень много друзей и коллег во всем мире, и они также ведут на тусмусе, и мы видим хорошие результаты. Поэтому я не знаю, что там они наисследовали, но по факту у тех детей, которые используют тусмус, очень хорошие результаты. Это я вам гарантирую точно. Это, мне кажется, из серии, это исследование, из серии, что звуковая щетка влияет на выпадение пломб, что она выбивает пломбы и снимает коронки. Да сейчас одно исследование другим исследованием погоняет. На самом деле эти исследования, мне недавно прислали, что ребенок, провели исследование, если съест пасту со вторым, то он умрет. Но это просто вред на самом деле. Если бы я была чуть более сумасшедшая, я бы съела эту пасту в прямом эфире и не умерла бы. Но пока я не настолько обезбашенная, чтобы... Ну да, сейчас всякие вот эти вот вегетарианские веяния, вегетарианские всякие вещатели. Я тоже видел такой, ну, видеоролик, один из таких вот лекторов говорил, что там прямо в пасте чуть ли не ядовитые компоненты, от которых, да, реально чуть ли не можно не умереть. Но, я думаю, это явно преувеличено. Вот, кстати, пишет доктор, да, совершенно верно, тус-мус нельзя детям, у кого аллергия на молочный белок. Это совершенно верно. Если у ребенка аллергия на молочный белок, тогда выбором будет РОКС. Но РОКС после вскрытия месяц годен. Об этом нужно помнить. Многие его и по полгода используют уже неэффективно совершенно. Так, так, по поводу ирригатора. Стоит ли детям использовать ирригатор или, в принципе, можно обойтись? Стоит. Я так рада. Мне недавно пришел вот этот стационарный большой ирригатор. У меня же был переносной. И резерва там не хватает, чтобы весь рот почистить. И я все время там по несколько раз заливала, но мне он удобный, потому что я его в командировке беру. Так вот, вот этот резервный у меня просто все дети в него влюбились и мы теперь по очереди. Это вообще у нас только теперь процедура чистки занимает, по очереди чистят. На самом деле у меня даже младший ребенок сказал и увидел результат. Он даже мясо выбивает, то есть если ставишь там режим определенный. Поэтому это крутая вещь, это стоит. Он дополировывает поверхности, он выбивает эту еду между зубами. И это прям обязательно, обязательно. обычную воду используете или какую-то жидкость заливать? Я воду использую. Просто воду из-под крана? Да. А что, нельзя? Нет, просто рекомендуем использовать фильтрованную, чтобы не засорять систему ирригатора. Ну, это со временем. Он дольше прослужит, если... Ну, либо средство профилактическое засорение. Вот, так специально использовать. Ну, то есть ирригатор, в принципе, можно как и взрослым и детям взять стационарный и использовать все семьи. Можно детям использовать, но ребенок не всегда готов. Есть разные, можно поставить самый простой. И, например, у меня вот восьмилетний ребенок только сейчас с удовольствием это делает. А раньше я пыталась и в 4 года ни в какую. У кого-то среди моих пациентов дети с удовольствием и в 3 годика начинают этим ирригатором родители им вычищать. И молодцы. На бережной вот это, на единичке там очень прекрасно можно дополировать. Вообще, это прекрасно. Потому что в этом возрасте уже начинают задние зубки сближаться в 3-4-летнем возрасте. И как раз-таки очень важно, ну, ниткой не все классно умеют справляться. Здесь помощь к нитке. И ниткой нужно. И дополнительным ирригаторам. Вот эта вот пришейка, которая чаще всего не дорабатывается, она очень классно тоже ирригатором полируется. Так, так. А в ирригаторах там какие насадки стандартные для брекетов, поддесневые? Какими вы пользуетесь? Я вот пользуюсь обычной. Моему младшему понравилась щёточка. Здесь тоже. А ребёнку, я думаю, вот какая прямо ему зайдёт и прямо вот ей чистить. Пусть он сам выберет. Очень важно ещё для детей работает выбор. То есть, ты даёшь ребёнку, выбери, какая будет твоя насадка. Ну, кроме ложки он твоей. Ну, ложка это для языка, Здесь зубы не почистишь ей. Будет неудобно. Да. Так, с ирригатором разобрались. Это хорошо. Что по поводу... А, кстати, по поводу ирригатора. Есть компания Акваджет делает специально детский ирригатор с детской раскраской. И с детской расцветкой такой жёлтенькой и разной наклеечки. Ну, как такая дополнительная мотивация? Это классно, это как раз ребёнку будет нравиться. То есть, чем вот реально круто, тем больше детского, тем это будет больше влечь к себе ребёнка. Поэтому очень здорово, что вот есть такой детский ирригатор, и раньше такого же не было. И, конечно, я бы такой приобрела, если бы у меня дети были чуть помладше. Это классно, это хорошая мотивация. Чем красивее выглядит и более детскими такими рисунками, тем больше она привлечёт внимание ребёнка. А что скажешь по поводу ёршиков? Что? По поводу ёршиков, ёршиков, использование детям ёршиков? Пропадают. Межзубные ёршики. Я не услышала. Пропадаешь. Использование... Межзубные ёршики. А, ёршики. Очень классная штука. И я вот пользуюсь куропроксовскими. У меня мой размер это красненькие ёршики. Ёршики очень важно, если конкретно поможет подобрать доктор. Потому что если используешь неправильные ёршики, то, конечно, можно навредить. И правильно... Вот. Мне нравятся куропроксовские. Есть измеритель пространства. Мне кажется, вот эта ручка не совсем удобная. Да. Она удобнее, да, Макс? Вот эта вот штучка, нежели вот у них длинная такая есть. Да. Не, я имею в виду то, что Г-образная более удобная, чем вот маленькая такая. Мне маленькая больше удобная. Не, а у куропрокса просто нет вот такой ручки. У куропрокса либо такая большая, либо вот такая маленькая. То есть что-то среднего нет. Я просто чищу вот у меня брехет, и я вот такой чищу. Именно Г-образный. Просто мне кажется, именно вот такая, она чуть-чуть именно жевательные зубы туда не залезешь. Тяжеловато будет. Ну, у нас у девочек более верткие пальчики. А, понятно. Так, то есть подбираем по размеру ёршик, и тоже можно использовать, да? Да. Ёршики это очень классная штука. На самом деле раньше, когда я использовала нитку, я же вообще заморочена на гигиене, и когда начала использовать ёршик, там, если ты даже понюхаешь этот ёршик, ты понимаешь, ну, вот он эффект, вот нормальная чистка. И то, что ты там ниткой, на самом деле ёршик в разы эффективнее, чем зубная нить. Ну, а детей вообще как вот тоже ёршиком заставить чистить, это, наверное, тоже целая история. Что детей как заставить чистить? Детей ёршик использовать. Ну, на самом деле здесь нужно смотреть на возраст ребёнка, потому что ребёнок, вот если неправильно ёршом пользоваться, ребёнок может всё десну напрочь изничтожить, поэтому я рекомендую под присмотром взрослых это делать, но лет 12 в принципе ребёнок может справляться, показать ему, как делать, и главное подобрать правильную промежутки, нужно измерить промежутки и подобрать правильную, потому что если он будет большой туда тыркать, то реально можно и рецессию десны, мне кажется, добиться. Ну да, ну то есть ёршики это уже в более осознанном возрасте, ближе там 12 годам. Ну да, согласен. Вот. У нас осталось 10 минут, можно подключать на вопросы. Да, есть вопросы, да? Да, вопросы. Так, 10 минут у нас до конца эфира, тогда сейчас ещё поотвечаем на вопросы. Макс, ты пропадаешь очень часто, сейчас почему-то что-то у вас с интернетом там, ты сейчас часто пропадаешь. Отвечаем на вопросы. Давай. Угу. Как чистить зубы ребёнку полутора-двух с половиной лет, если он категорически отказывается? Да, на самом деле любая мама лучше знает своего ребёнка, нежели мы все стоматологи. И нужно пробовать по-разному. Петь песенки, включать музыку, не знаю, бубенчики два с половиной трясти, включать мультики. Но если невозможно договориться с ребёнком, нет ничего страшного, если вы его поддержите, ему почистите зубы. Негатива на чистку не возникнет, если это делает мама. Родная мама многие боятся, сейчас зажму, он там ребёнок кричит, и всё, потом он не будет любить. Да нет. На родителей своих не возникает такого. Я на своих детей сверху садилась, они никто не любил раньше чистить, сейчас с удовольствием я говорю, пошли чистить, они идут. Поэтому вот прям невозможно договориться, ну, держать и чистить в таком возрасте. Ну да. Про звуковые щётки. Звуковых щёток есть противопоказания, если пломбы? Ещё раз пропадал. У звуковой щётки что? Показания? Противопоказания, если стоят пломбы. Противопоказания звуковых щёток? Да. Наверное... Я не знаю таких противопоказаний. Дешёвые пломбы, наверное. Ну, то есть, некачественно установленные пломбы, которые вылетят так же, если там грызть... Да. Что-нибудь есть такое липкое, типа там, и риски там точно так же выпадет, как и от щётки. Да. Ну да, в принципе, у звуковых щёток особо противопоказаний нет, только, ну, может быть, гиперчувствительность, очень чувствительные дёсна, как вариант. Так. Стоматолог сказал, что вращающиеся движения втирают налёт под десну. Вращающиеся движения... А, вот если... Ты знаешь, я не знаю, тот же этот стоматолог или нет, что пишет мне комментарии на моей странице. Я сегодня уже получила комментарии, что вообще-то есть исследование, доказано, что выметающие движения, а вот эти круговые, это всё. Но, смотря, какой щетиной, смотря, что... Ну, в общем, опять же, исследование на исследование. Вот у Курапрокс как раз-таки техника, и я вхожу в Айтоп, между прочим, и точно могу вам сказать, что это очень крутая программа, которая обучает по всему миру. кругом... Кстати, Наташа, не проведёшь для нас урока Айтопа? Надо с Мишей и Серовым договориться нашим по Сибири обязательно. Кстати, эти курсы проводятся, Айтопа проводятся, то есть, это очень классная штука, я рекомендую всем их пройти, потому что там и ёршиками учат пользоваться, и в том числе правильной методикой бас. Ничего никуда не загоняется, здесь специальная щетина, которая никуда ничего не загоняет, и всё прекрасно прочищает. Я пользуюсь много лет, у меня ничего никуда не загнано, у меня прекрасные белые зубы, и у моих пациентов тоже. Поэтому, ну, не нужно читать какие-то источники, где, и вот прям вот раз, и с головой в них погружаться. Информации много разной, и про разные средства. Нужно немножко развивать мышление, рассуждать, и никогда не верьте одному источнику, или там вы увидели какое-то слово исследование, ну, что это, сейчас в современном мире столько этих псевдоисследований, не нужно так на всё это вестеть. Ну, да. Ну, то есть, получается, в принципе, эта щетка, собственно, нормально работает, не загоняет налёт под десну. Ну, вопрос состоял в том, что загоняет ли эта щетка под именно возвратно-поступательные движения, у которой, у щетинок. С фактическими щётками мы тоже рекомендуем чистить, а ты же не вот так ими будешь чистить, ты будешь чистить лицовыми движениями. Ничего никуда не загоняется, абсолютно. Ну, я не знаю, что там можно загонять, ничего не загоняется. Ну, то же самое говорят, кстати, про ирригатор, что ирригатор загоняет налёт под десну. слышал такое мнение, некоторые даже доктора причём об этом говорят. Ну, это кто, видимо, не использовал ни разу ирригатор. Кто, видимо, не был на айтопе. А, ну, да. Не, а, кстати, курапрокс, они тоже про ирригатор-то говорят, что он не нужен, то есть, как бы, что ю-йоршек форевер и всё остальное не нужно. Да, курапрокс вообще говорят, поэтому я говорю, я не то, что я никогда не там получила информацию и всё это круто. Курапрокс вообще считает, что основная в гигиене это щётка и пофигу на пасту, да, но паста как дополнительная не прям так, конечно, я уже прям простыми словами, но на самом деле важно, важно там и щётка хорошая, и хорошая паста, хороший ополаскиватель тоже важен, ещё бы ополаскиватель хороший иметь, и ёршек, и ирригатор, всё это в комплексе. Я считаю, что нужно вообще всеми средствами пользоваться и чем больше их, тем лучше, поэтому кто-то одно говорит, кто-то другое, но мы, практикующие врачи, мы скажем вам лучше всех, потому что мы видим, кто чем пользуется и видим объективно, что работает, а что нет. Профилактики много не бывает, да? Естественно, лучше чистить, чем лечить. Чем лечить, да, да, лучше чистить, чем лечить. Так, и ну давай последний вопросик тогда, потому что время уже подходит к концу, у нас 5 минут осталось. По поводу зубного порошка, мнение твоё. В детстве пользовалась, сейчас нет, я даже не знала, что они продаются, они абразивные, насколько мне известно, нужно посмотреть состав, может быть, сейчас какие-то другие порошки есть. Ну, я вот лично, выбор номер один для меня, это паста Курапрокс, потому что там ферменты, они расщепляют налёт, потому что там фториды, и меня полностью устраивает эта паста. Ну, тут, кстати, ещё небольшой вопросик про монопучок. Монопучок рекомендуешь, пользуешь, используешь? Пользуюсь постоянно в самолёте, в машине, в пробке, в общем, пользуюсь им всегда, монопучком, в ресторане, если покушаю, достаю и чищу, я люблю монопучок. В общем, средства гигиены все хороши, чем больше, тем лучше, чистим и получаем удовольствие. И реже ходим к стоматологу. Кстати, у кого здоровые зубы и дёсны, тот меньше подвержен коронавирусу. Мы даже цитату тут нашли в новостях. Вот. Ну, в принципе, будем закругляться. Наташа, спасибо большое. Было очень круто, информативно.